Долгое время он мог быть полноценным здоровым ребенком без особых каких-то проблем. А теперь уже да. Сейчас клапан ему стал мал, сердце его выросло, клапан не растет, ему требуется замена этого клапана. Сейчас уже он ощущает одышку при нагрузке, он быстро устает, он утомляется, он стал раздражительным. У него и так непростой характер, он, можно сказать, такой взрывной. А теперь он совсем стал сложным характером. Ну и видно по нему, что вот он поднялся на четвертый этаж, он устал, он задохнулся. Мы лишний раз уже перестали его заставлять ходить с собакой, то, что было его обязанностью домашней. Камиль у нас средний ребенок, он очень своеобразный, он такой настоящий мужичок. Он любит самые-самые простые мужские приземленные вещи. Вождение авто, ремонт, катание на велосипеде. Ну вот совсем-совсем простое. То есть искусство от него далеко. У Камиля очень много друзей. Он крайне общительный, он обожает улицу, ему надо быть на улице. Ему надо быть среди ребят, ему надо мастерить, строить замки. У нас ребенок очень хочет водить фуру. Он обожает дальнобойщиков. Он знает сериал дальнобойщики наизусть, каждую серию знает. Раньше он брал перед собой, ставил стул, брал в руки руль и включал сериал. Это у него была 3D-игра, то, что он едет вот так вот рулит сам. Вот и сейчас у него до сих пор, у него много лет одна и та же мечта. Он хочет быть водителем либо фуры, либо какого-то большегруза, любого другого. Он периодически примеряет на себя все роли, вплоть до синезаторской машины. Его она не смущает ничем. Ну и зная его особенности по здоровью, мы не налегаем на него с учебой. То есть если он устает, утомляется, мы уже машем рукой. Ладно, тройка и тройка. Общее образование ему пойдет. Пусть ребенок будет как хочет водителем. Родители помогут получить права. Вот такой он, говорю, у нас простой мужичок приземленный.